всем привет с вами кекс и вот близится великолепный праздник это пасха и я к нему решила подготовиться и поделиться с вами рецептом по которому я с мамой уже точно более 20 лет именно только по нему пику пасхальный кулич этот кулич очень вкусный поэтому попробуйте получается он всегда и в общем смотрите я подогрела я кстати делаю порцию четвертую часть потому что ну мне собственно сейчас не нужно не нужно пасхальный кулич поэтому я просто для того чтобы показать буду делать четвертую часть обычно мы делаем на литр молока то есть очень много сейчас у меня здесь 250 грамм молочка которая подогрела вы видели я на ручку пробовала на запястье капельку молочка чтобы не было горячая то бишь температура от 30 до 40 градусов чтобы у нас дрожжи начали бродить там и туда я ломаю 30 грамм живых дрожжей пасху советую печь на живых дрожжах желательно еще и свежих чтобы посмотреть срок годности тогда она у вас точно хорошо поднимется точно будет все так как нужно дрожжей сюда довольно большое количество идет поэтому и сахара должно идти много я кстати может следующий раз даже добавлю чуть больше сахара чтобы еще по вкуснее было сахарок и дрожжи у меня в молочке я люблю разминать это все дело ручкой я тогда чувствую не остались ли еще комочки и тем более чувствую кристаллы сахара нам нужно чтобы они растворились чтобы было что кушать нашим дрожжам потому что они питаются сахаром и для того чтобы им расти мы собственно с вами делаем опару у нас самое самое настоящее пасхальное тесто которое должно подходить три раза в общем это уже вместе ну до выпечки поэтому сейчас мы делаем тогда когда она подходит первый раз мы делаем опару нам нужно сделать из дрожжей части сахара и части муки такое тесто похоже на жидкое бисквитное вот чуть-чуть жидковатое бисквитное вот густая сметана чтобы у нас опара хорошо начала и пробродила ну в общем смотрите я обычно это делала ручками и ложкой поэтому а сейчас решила попробовать своим комбайном попробовать замесить тесто поменяется что-то или нет я здесь муку буду вводить в два этапа для опары я возьму где-то грамм 200 муки вот 200 грамм муки я кстати никогда особо не взвешивала сколько у меня уходила муки именно специально для вас вот я как бы взяла ведерко с мукой просто взвесила его до и после поэтому чтобы именно вам рассказать сколько у меня чего ушло я уже наверное сказала да что муку здесь в опару я тоже добавляю несколько этапов чтобы она у меня комочками не взялось вот просто с комбайном это намного быстрее этот рецепт кстати получается всегда еще ни разу не было такого чтобы у нас не получилось пасха вот и поэтому мы печем всегда большое количество и потом ставим еще в пакетиках оставляем чтобы у нас осталось на поминальные дни немного потому что мы обязательно гробки ставим пасхи и яйца крашены то есть обязательно нас так положено и детки потом ходят конфеты собирают у нас то есть под все по традициям поэтому делаем всегда очень много если у меня здесь с четвертой части вышла 9 средних ну небольших скажем ладно по нашим меркам небольших пасочек то вы можете себе представить сколько получается с полной порции в общем вот пока я тут говорила говорила у нас уже я добавила три захода муки по пол стаканчика я добавляла она у нас полностью размешалась и теперь у нас получилось такого теста консистенции сметаны это все добро мы сейчас накроем желательно хэбэш на какой-то хлопковой полотенечком тряпочкой без разницы чтобы это у нас пошло бродить я отправляю так бродить на 40 минут где-то я увижу эта шапка поднимется и начнет опускаться то есть сахара уже питание дрожжа мало она переиграла и можно с ним работать дальше в это время я начинаю вот увижу что у меня шапка как бы начала опускаться и это еще или не прошло 40 минут а если шапка не опускается то по прошествии 40 минут начинаю делать вторую часть нашего кулича в отдельной емкости я вот на свою порцию добавляют три яйца но от одного яйца я белок убрала есть люди которые любят чтобы пасха была желтая то тогда кстати не обижайтесь на меня если вдруг я пасхальный кулич буду говорить пасха ну привычка у меня такая то могут люди вот заменить вместо вот целых яиц на 6 желтков и тогда пасха у вас будет желтая а если это будут еще домашние яйца вообще класс у меня здесь только домашняя сметана в этот раз а молочко и яйца у меня магазинские и все прекрасно получилось поэтому если нет возможности купить домашнее пожалуйста все и так получится добавляю я остальной сахар 200 грамм который у меня остался по рецепту и сюда же сразу сразу ввожу сметану меня вот сметана тут двух пакетиках домашняя мне тоже сметаны нужно 125 грамм на эту порцию я вам в комментариях обязательно укажу и на порцию вот как бы четвертую часть если вам много не нужно и на огромную порцию то есть на литр молока если вам соответственно нужно как бы на пол порции там на две порции вы уже сами там умножайте делите количество ингредиентов хорошо делятся вот поэтому я думаю вы у меня справитесь и сделайте порцию такую как вам нужно я сюда уже все добавила это нужно просто раздобыл нас потихоньку таял сахар туда же я сразу добавляю еще и ванильный сахар если у вас на большую порцию то это вам нужно хотя бы пакетика три у меня один пакетик я просто это все добро перемешиваю и отставляю я его то не взбиваю ничего то есть мне не нужно никакая воздушность добиться от вот этого я просто хорошенько перемешиваю чтобы у меня растворялся сахар теперь мне нужно отвесить масло у меня мама и брала частенько и маргарин когда-то и тоже все отлично я вот взяла масло мне нужно масло не так много 125 грамм на всю порцию поэтому я вот отвешиваю так как у меня просто с двух разных пачек поэтому я воспользовалась весами а так вы можете абсолютно на глаз поделить пачку здесь не сложно здесь не сложно делить ингредиенты все очень просто на самом деле и не бойтесь с этим дрожжевым тестом все поднимется все получится главное иметь хороший настрой обязательно иметь хорошее настроение в доме никто не должен кричать тем более ругаться вы должны подойти с позитивным настроением к этому и все у вас обязательно получится потому что впереди большой праздник не то что ругаться ссориться в скандале точно вообще нельзя поэтому 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 растворила я свое масло растопила микроволновке пахнет это вещь уже очень вкусно про не должно быть у вас горячим то есть в микроволновке это у меня буквально секунд 30 там заняло чтобы масло у меня растворилась нужно добавить еще немножко подсолнечного масла как мне сказала мама это для того чтобы последствии куличи у нас не черствели быстро то есть на килограмм на литр молока мама добавляет 6 ложек я вот добавила одну и чуть-чуть вот вот сюда и она вот отлично смешалась однородная масса ничего не отслаиваться ничего все можно у нас дальше уже перемешивать составляющие все наши ингредиенты здесь все подготовительные вопросы у нас уже закончены достаем нашу опару вы видите вот она у меня поднялась и опустилась слегка вон бортики чуть-чуть видно что она опустилась и просто я всю эту смесь добавляю сразу в мою опару она сладкая смотрю сахара крупинок уже нет она растворилась хорошо и будет моим дрожжам дальше подпитка можно кушать и расти дальше наверное будут цеплять и уже крюк для теста и перемешиваю на нее очень большой скорости вначале с этой смесью перемешиваю и потом потихонечку буду добавлять муку вначале если у вас нет комбайна делайте это ложкой покуда это будет удобно потому что тесто это не должно быть у вас забитым и плотным но в то же время она еще вначале довольно липковатая она только в конце когда вы его хорошо вы мешаете перестанет быть липким поэтому поехали в общем в общей сложности у меня ушло 900 грамм муки на это количество но вы что же понимаете что мука у всех разная но это так ориентировочно где-то у вас должно уйти все равно где-то 820-950 вот как-то так я не думаю что у вас там должно плыть ну только разве что если вы будете делать там но все-таки на трех яйцах и белок не уберете как я ну соответственно если вы меняете рецептуру тогда и чуть-чуть уже меняйте количество муки чтобы все-таки у вас не плыло ничего не было забитым густым и тому подобное вот я пробую ручкой удобно ли еще венчику там вымешивать моему крюку или можно уже руками потому что потом я начну подмешивать муку руками потом ну я привыкла я не я же говорю я никогда не замечала сколько муки я ложу потому что всегда вымешивала руками и тесто я чувствую на ощупь поэтому поэтому пробую руками вы сделаете раз другой и вы тоже будете понимать каким должно у вас получиться тесто вы видите вот оно такое еще тягучее но не собирается в комок что ни в коем случае не должно произойти с этим тестом оно должно быть нежное и слегка такое движимое все вот на этом этапе она меня размешалась и дальше начну вымешивать я уже ручками я хорошенько припыляю свой стол мукой потому что тесто еще жидковато она может начать плыть по сторонам поэтому мне надо чтобы она мне не пристала к моей поверхности мне удобно я уже рассказывала не один раз когда работа с дрожжевым тестом мне удобнее вымешивать его на деревянной вот такой вот панельки мне папа из гладкого дсп такую выпилил мне удобнее работать на дереве ну вот почему то на голом столе мне не нравится и начинаем собирать наше тесто мама сказала что бывает такое когда получается супер удачное тесто и когда она прямо на играет у тебя дрожжи начинают играть у тебя под руками и когда ты его хорошо уже вымесил что там попадаются тебе пузыри воздуха и ты рукой когда протягиваешь то такое ощущение что пищит что тесто пищит нарит такое бывает не очень часто но тогда ты точно знаешь что у тебя хорошо играет дрожжи там много воздуха все будет очень пушистое воздушное и тому подобное подмешиваю я муку до того момента когда вот смотрите я просто захотела сделать по двум рецептам поэтому я не подмешивала муку до самого конца вот консистенции что мне надо чтобы в конце не забить чтобы мне удобнее было вымешивать я сейчас буду добавлять муку и изюм первое вот та первая начинка это у меня будет изюм я видела девочки перемешивают изюм с мукой я считаю это абсолютно бесполезная и ну просто операция зачем все равно это мука потом переходит тесто к изюма на не книги крепится и ничем не помогает этому тесту ну вообще не понимаю зачем здесь главный один принцип сложить вот так вот тесто конвертиком и внутри его несколько раз вот так протянуть чтобы у нас хорошо внутри распространился изюм и окошко не не вылазила как бы ну наружу и тогда у нас очень хорошо все там расходится ничего не выпадает зачем это делать вообще не понимаю здесь уже припыляю чуть-чуть мукой чувствую какое у меня должно получиться тесто и все вы можете в принципе туда добавлять любые начинки хотите разделите хоть на пять частей свою паску сделайте можете одну сделать вообще с маком другую сделать вот с изюмом третью с цукатами четвертую шоколадную пятую какую-то с апельсиновой цедрой и апельсиновыми цукатами допустим вот как у меня следующая будет кокосовая с миндалем то есть пожалуйста вариантов моря вы можете добавить если у вас кто-то что-то определенное любит но давиться одним как бы пасхальным хлебом он не хочет поэтому поэтому экспериментируйте не обязательно делать только с изюмом просто когда-то был только изюм из того что можно было добавить поэтому делали только с изюмом вот у меня уже крашеный миндаль я добавлю сюда в этот раз не сильно много остальное у меня останется именно уже к празднику потому что я же говорю это у меня просто пробный вариант для того чтобы вам именно специально показать как и чего дело у меня сюда ушла пачка и 60 грамм кокосовой стружки вот и все это точно также замешиваю как я вам говорила я дальше отправляю это все добро подходить подходить в этот раз она у нас будет час я обычно подходит у нас все и прошлый и в этот раз подходит у нас при температуре где-то 30-40 градусов чаще всего я просто ну у меня духовка газовая я включаю духовку на небольшой огонь и вот на духовке сверху у меня с ну не на духовке а сверху вот на плите у меня в уголочке стоит мое тесто подходит там где выходит такой горячий воздух и отлично но там себя чувствует вот у кого электродуховкой там можно поставить там 35 градусов температуру вам классно тоже можете вообще просто чтобы духовке она подходила у вас и никаких сквозняков не будет ничего вот честно вы видите она так движется у меня по руке если я его переклоню она слегка вот течет но она не плывет она не плывучая но она нежная и мягкая вот очень приятно вот я смазала другую свою тарелочку подсолнечным маслом и отправляю все это добро подходить вы видите посмотрите вот какой маленький шарик я положила вон он с орешками красивый прям все видно что там внутри орешки и точно так же мы видим шарик который я положила вместе с изюмом тоже вон на дне абсолютно небольшой шарик и сейчас вы увидите что произошло через час у меня а через час произошло вот такое вот то есть у меня на всю тарелку с того маленького шарика моего ореховое тесто аж начала вылазить сверху с накрытого полотенечком поэтому начинаем уже час прошел точнее я заранее вот минут за 10 начала подготавливать свои формочки у меня вот такие вот столетние формочки которая там папа бортик или обрезал или разогнул чтобы удобно было доставать и вот такая вот новая стальная чашечка и бумажных я вот купила пять штук формочек которые сейчас продаются в супермаркете без проблем решила попробовать со всеми с чем удобней потому что пекли всегда мы вот тех вот столетних я никогда не пеку просто в железной форме и потом начинается обматывай мокрым полотенцем постучи там перебрось там дай постоять да ну ужас там оно пристало там пригорело зачем вообще не представляю с этим мучиться и вот у меня даже когда совсем не было вот ни пергамента ничего я просто брала белый листик а4 и резала его вот точно также обрезала внизу кружочек вы видели я белопасочку просто по ней еще там внизу ободочек и поэтому я чуть-чуть по меньшему контуру обрезаю и вот так вот перебрасываю вокруг тоже обрезаю для бортика мне потом будет абсолютно удобно я достану вначале даже если мне пасочка чуть-чуть там застрянет я буду дергать за бумажку не запаску ну то есть это намного удобней я считаю вот лично мое мнение и вам советую и точно так же мы делаем с вами все наши формочки для куличей у меня они разные кто выше кто ниже то есть у меня куличи все будут разные кому какой достанется конечно кстати если у вас нет вот пергамента силиконизированного как у меня и вы будете воспользоваться или обычная бумага или бумага для выпечки то лучше и и все-таки слегка кисточкой намазать подсолнечным маслом внутри вот слегка чуть-чуть это будет достаточно но она у вас будет лучше отходить от кулича что ж поехать ли раскладывать по формам все готово дальше мы ни с какой мукой работать не будем муки мы больше не берем в принципе руки мы подмазываем все время подсолнечным маслом всегда по несколько капель наливаем ручки у нас должны быть хорошенько жирные и вот мы обминаем тесто чтобы она у нас воздух отдало свой или воздух остался внутри как бы но вот мы его обминаем валяем шарик чтобы верхушка была более-менее ровненькая как мне кажется вот и и чуть-чуть его удлиняем для того чтобы она же нас влезла туда внутрь форму нам нужно положить чуть меньше половины я бы сказала одну треть из всей формы потому что я вот у меня просто формочек уже было мало я как бы не планировала что у меня так тесто будет хорошо и поэтому мне приходилось просто расформировать все тесто по формам поэтому чуть-чуть чуть-чуть у меня лишнее повылазило и у меня такие будут пасочки шапочками чуть-чуть совсем но это даже не важно если у вас вылезет то есть это абсолютно не страшно все равно там будет белая глазурь поэтому тоже это абсолютно не страшно ну вот вот такая ситуация тоже бывает ну а что сделать но я же говорю лучше положить вот чуть меньше половины тесто подходит больше чем в два раза вот в два раза но подойдет точно вот и вам достаточно пускай лучше у вас будет ровный верх и вы там хотите даже нарисуйте потеки из кондитерского мешка и заполните это но это если вам есть время и возможность играться обычно мы просто в процессе делаем куличи крема мама еще потом с остатков теста обязательно делать маковый рулет потом еще мы обязательно красим яйца собираем такие большие корзины с которым мы в церковь пойдем поэтому у нас работы достаточно и нет времени с этим возиться тесто очень приятное сейчас руках особенно если у вас руки смазаны маслом то есть она не прилипает она мягкая нежная и очень приятно с ними работать а пахнет она вообще здоровски благодаря сметане и сливочному маслу у него такой нежный 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 привкус прям вообще когда она у вас начинает только выпекаться вот четко чувствуется вот запах из детства выпечки именно пасхального кулича вот мои формочки готовы и их отправляю я тоже подходить в третий и последний раз на духовке точно так же они у меня стоят и вот одна формочка у меня уже за 40 минут вот стала вот такая то есть больше чем ей нужно было уже начала вылазить поэтому мне нужно это делать чуть-чуть исправить мне надо ей дополнительную наверх высоту придумать форму у нас должны подходить час тоже а у меня вот за 40 минут вот не такое произошло поэтому я обрезала пергамент и вот буквально еще добавила ей полтора сантиметра и ниточкой просто вокруг обвязываю ниточку натуральную берем не синтетическую потому что она поплавится у нас в духовке и просто завязываем чтобы у нас было как наши пасочки подниматься потому что если бы этого не сделали она бы у нас вот эта шапочка могла поплыть в бок и поехать то есть это нехорошо вот прошел час вот как выглядят мои куличи они подошли вот вы видите практически полные и ну я их могу отправлять в духовку вот я уже ставлю в духовку решила тоже снять вот они уже прям вы видите шапки выпирают наверх в духовке у меня вначале где-то 120 градусов на 10 минут и потом 160 180 градусов но у меня духовка газовая с этим посложнее было и я на нижний противень налила немного водички чтобы не подгорели мои куличи можно поставить кастрюльку с водичкой если там есть место у меня места не было я просто еще один противень ставила и налила в него воды чтобы мои пасхи не подгорели за минут десять я решила что они у меня почему-то сверху очень светлые и решила вот тем белком который у меня оставался чуть-чуть смазать и поэтому вы видите они какие красивые мне блестящие поджарены можно этого не делать потому что вы будете сверху покрывать глазурью если вы покрываете глазурью то тогда вам этого делать не нужно вам абсолютно все равно поджарилась она сверху или нет если вы не уверены в готовности вашего кулича возьмите деревянную шпажку и тоже как всегда мы продырявливаем и на сухость пробуем чтобы шпажка деревянная у нас осталась сухая вы видите вот я показываю в то время как говорю что с бумажные такой основой очень хорошо железной формочки у нас вылазят наши куличи без проблем абсолютно как распечатывать вот эти вот штучки я посмотрю дальше потому что я говорю я раньше не пекла в бумажных формах и говорят что в них потом лучше хранится посвежее куличи поэтому посмотрим вот моя паска которая вылезла за борта она такая чуть-чуть высокая получилось ну ничего страшного главное чтобы вкусная что ж поехали можно развернуть уже они у нас еще очень горячие и доставать их из формы нужно пока они горячие потому что иначе они конденсат влаги наберутся будут влажные посмотрите какая она красивая она прямо обалденная у нее прям пузыри вот сбоку видно она прям воздушная прям сбоку хорошо вот они пропеклись со всех сторон одинаково нигде не подгорело прям очень удачно я прям мне очень нравится здесь вот и изюмчик видно на некоторых на некоторых не видно потому что они у меня с кокосом вот остаток моего белка который остался у меня с рецепта что я оставляла белок и плюс я же ним смазала сверху поэтому у меня не целый белок обычно на крупный целый белок для глазури мы берем 200 грамм сахарной пудры девочки хочу вам сказать не вздумайте купить глазурь которая продается в магазине почитайте там составе модифицированный крахмал и когда вы добавляете это все добро в белок она получается классная воздушная нежная мазать просто ну вот она как крем на вид но она простите нифига не сохнет она будет сохнуть у вас сутки и больше то есть но с ним неудобно пасочки потом собрать вместе поставить то есть ты берешь она прилипает где-то все ну как бы очень неудобно особенно если вам нужно собрать корзинку ехать и ну на чтобы светить и вы накрываете полотенечком то у вас все останется на полотенечке не покупать а глазурь купите сахарной пудрень и не морочите голову чуть-чуть я вот добавляю лимончика можно добавить пару зернышек лимонной кислоты у меня лимон сухой получился поэтому пришлось вот так вот три дольки что до добавить уже не сезон просто этому лимонам и у нас получается белая красивая глазурь можно добавить чуть-чуть ванильные эссенции или ванильного сахара или просто ванилина если хотите я этого делать не стала мне будет она лимончиками просто глазурью пахнуть вот и можно приступать вы видите вот текстура мягкая но не то что у нас прям должно получиться забитое и начинаем обмазывать можно воспользоваться кондитерским мешком и сделать вручную такие красивые потёки которые потом заполнить и вас получится такие вниз потеки прям длинные можно сделать красивые там какие вы хотите какие вам душе угодно я уж просто хочу вам показать что я вот все как бы быстренько сделала и обычная вот присыпочка обычная присыпаем тот кто вот кондитер и там у него куча всяких вырубок и прочее могут сделать себе цветочки из мастики и наверх посолить я делала была один раз бабочки из айсинга сушила их в книжке и сажала наверх, тоже безумно красиво прям вот эту бабочку вот так вот наверх сажайте, она держится хорошо глазурь это очень быстро подсыхает буквально когда я мажу последнюю пасочку то первая уже схватывается то есть все классно и сажайте бабочку, бабочка присыхает ну прям смотрится очень воздушно и красиво вот у меня уже все мои куличи готовы вот сейчас попробуем один с вами разрезать, но они еще у меня даже теплые вообще этот еще даже не подсох и внутри я чувствую что просто он нежный-нежный, мягкий-мягкий я не знаю конечно как я его резать буду тут я нашла шовчик на этой штуке и оно вроде так ничего, отсоединяется нормально вот мой куличик такой ровный, красивый это у меня тот, который с кокосовой стружкой и орешком и сейчас попробуем его разрезать паска мягкая еще совершенно так не хочет резаться я же говорю, она у меня еще теплая поэтому она еще не готова, чтобы резаться и вот посмотрите прям какая она нежная и воздушная и пахнет как волшебно обязательно попробуйте сделать по этому рецепту я уверена, что получится очень вкусно очень красиво и удачных вам праздников а с вами был Кекс если что непонятно спрашивайте в комментариях буду рада вашим отзывам подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте целую, всем пока-пока пока-пока пока-пока